К решению критических ситуаций в разных территориях Хакассии подключились депутаты Верховного Совета. Положение дел в Бейском и Таштыбском районах требует немедленного вмешательства, считают в республиканском парламенте. В чем план спасения? Об этом в нашей рубрике «Парламентский дневник». Бейский район – один из финансово проблемных в Хакассии. На начало года задолженность по кредитам была 130 миллионов, из которых 45 – долги республиканского бюджета. Это в очередной раз грозит блокировкой счетов бюджетных учреждений. Об этом заявил Сергей Сокол на встрече с районными депутатами. Минфини прекрасно знают эту проблему в муниципалитете. Кто понимает, никто ничего не понимает. Перекладывают только ответственность. Нужна программа социально-экономического развития территории. И это очень важная составляющая программы республики. Не просто красивые слова, а работа на результаты со сроками. Вместе с экономикой страдает инфраструктура. В некоторых сёлах района люди до сих пор не обеспечены питьевой водой. Нужны водозаборы и водопроводы. А в райцентре буксуют строительство очистных. Проектная документация готовилась два года. За это время документ фактически потерял актуальность. Сейчас необходимо создать ответственную структуру, которая сможет чётко курировать строительство и капремонт социальных объектов, считают в Верховном совете. О том, чего ждать республике, депутаты надеются услышать от представителей правительства. 3 июля на очередной сессии. Другого выхода нет. Мы будем проводить правительственный час по доходной части бюджета. Хочется услышать правду. Мы же много слышали про честных в прошлом году, да? Вот честный я в результате. Потому что я только один правду говорю. Я плохой поэтому. Депутаты наши плохие, которые задают вопросы, значит, правительству. Типа вы их утвердили, а что же вы вопросы задаете? Вы работаете, вас хвалить будем. Буквально в тупике оказалось одно из дорожных предприятий республики. Таштыбская ДРСУ на грани банкротства. Грузом на дно тянет долг в 45 миллионов рублей по налогам и прочим платежам. Это в том числе создаёт угрозу расторжения договоров лизинга. По словам директора, предприятие может лишиться необходимой техники. Дорожный каток, грузовой автомобиль и даже асфальтовый завод в списке. Коллектив Таштыбского ДРСУ бьёт тревогу. На имя председателя Верховного Совета поступило обращение от предприятия, от коллектива в оказании содействия, помощи по выходу из данной ситуации. Формально спасением стратегически важного предприятия должен заниматься Минтрансреспублики во главе с правительством. Отчаянное положение дел не оставило в стороне Верховный Совет. Заместитель председателя парламента Леонид Быков провёл совещание экспертного совета с участием профильных министерств. Это предприятие, первое, является одним из градообразующих предприятий Таштыбского района. Второе, они обеспечивают содержание автомобильных дорог в Таштыбском районе, городе Абаза и прилегающих территорий. И третье, нам необходимо также обеспечить выполнение тех контрактов, которые уже предприятие заключило. Какая судьба ждёт Таштыбское ДРСУ, в любом случае, зависит от чиновников правительства. Профильным министерствам рекомендовано разработать план по выходу из кризиса. Срок до 3 июля. Продолжение следует...